Привет, друзья! С вами Владимир Шемет и в этом видео хочу с вами поговорить по теме путешествия с самокатом. Почему эта тема и в чем суть? Значит, смотрите, мы с детьми всегда путешествуем и очень часто, ну практически всегда мы с собой берем самокат. Почему? Потому что бывает такое, что территория отеля нереальных размеров и, конечно же, на самокате ребенку будет легче перемещаться по огромной территории. Да и не только по территории, если выйти куда-то погулять и вообще просто, если ваш ребенок любит кататься на самокате, то, в принципе, тогда я рекомендую вам взять с собой на отдых самокат. Я сейчас нахожусь в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды в Шарм-эль-Шейхе. Это отель с нереально огроменной территорией, поэтому, естественно, мы взяли с собой на отдых самокат. И даже не один, а два самоката, друзья, потому что мы поехали и с Катей, и с Денисом. Это наши дети, их двое, и, соответственно, самокатов мы взяли тоже два. Поэтому как же перевести два самоката с собой на отдых? Есть, в принципе, несколько вариантов, как их перевести. Сейчас я буду собирать самокат Дениса, Катюшкин самокат моей дочки я уже собрал, но там я его практически не разбирал. А вот Дениса самокат, он у нас, конечно, немножко побольше, пришлось разобрать. Поэтому пока я буду сейчас собирать самокат, я вам эту всю информацию расскажу, чтобы вы были в курсе и знали, как провести самокат на отдых. Поэтому подписывайтесь на канал и погнали! Итак, как я уже говорил, самокат мы разобрали, вернее, не мы, а я. Вот он в чемодане, смотрите, значит, достаем. Это руль, это заднее колесо, и вот сам самокат. Значит, для сборки самоката понадобится, в принципе, один ключ. Как правило, он идет всегда в комплекте с самокатом, но чаще всего обычно люди это теряют. Но это обычный ключ шестигранник, не помню какого размера, либо какой номер. В принципе, он всегда стандартный в таких вот предметах. Но я с собой беру еще велосипедный набор. Тут у нас уже два шестигранника, и есть отверточки на всякий случай. В принципе, это не обязательно брать, но для более удобной сборки я на всякий случай беру этот набор от своего велосипеда. Вот так, разворачиваем всю нашу упаковку, это два обычных сулечка, в загоночку их. Значит, это трюковой самокат. У нас, в принципе, у ребенка, у сына, их два. Один трюковой и один обычный. Обычный мы не брали, потому что он больше, конечно, в нем удобнее ездить. Но ввиду того, что нужно было взять два самоката, и это все нужно было положить в один чемодан, да, они бы и те влезли бы, и больший самокат влез. Но, друзья, по весу мы старались так, чтобы не выйти за лимиты по норме бесплатного багажа. Потому что самокат, да, он немного весит, но, допустим, вот эти два самоката, Дочкин пластмассовый и вот этот металлический трюковой самокат, они в совокупности весят около, там, пяти с половиной килограмм. А тот самокат, который большой у нас, второй у ребенка, он сам по себе весит только один самокат, около шести, ну, где-то пять с половиной-шесть килограмм. И норма веса бесплатного багажа составляет на один чемодан 20 килограмм. В нашем случае с авиакомпанией Azur Air. Соответственно, кроме самоката нужно было еще положить вещи в чемодан, поэтому решили взять этот самокат, потому что он легче. А тот, который большой, тот, который удобнее, тот, который комфортнее, на котором кататься, конечно, интереснее, мы его не взяли в этот раз. В общем, друзья, пока я собираю самокат, рассказываю вам некоторые особенности перевозки самоката. Потому что, как я уже раньше говорил, есть три варианта перевезти самокат. Значит, первый вариант, это тот, который я вам сейчас показал, это взять его с собой в чемодан. Таким образом, это у вас будет бесплатно, и, соответственно, вам не нужно платить какие-то лишние деньги, они, вернее, не лишние, за транспортировку самоката. В этом случае это удобно в плане того, что вы сокращаете свои расходы. Но тогда вам придется его таким вот образом собирать, как я вам сейчас показываю. Второй способ транспортировки, это взять его с собой отдельно от чемодана. Но тогда вам придется доплачивать за транспортировку самоката по тарифам авиакомпании за дополнительный багаж. В каждой авиакомпании, в принципе, это свои тарифы, то есть это нужно уточнять обязательно у авиакомпании, какая доплата идет там за дополнительный багаж. То есть вот если это самокат, то нужно связываться с авиакомпанией и спрашивать за размер доплаты, сколько это стоит. Значит, и третий вариант тоже идет как отдельный багаж, но вот говорю конкретно за авиакомпанию Азур Эйв. К примеру, смотрите, вы можете взять с собой один багаж бесплатный, второй будет за дополнительную плату. Но если вы летите, вот, к примеру, втроем, у вас есть три бесплатных багажа. Соответственно, если вы возьмете два чемодана, то получается, вы можете с собой взять самокат как багаж и за него не доплачивать. Но это именно касается только авиакомпании Азур Эйв. Как это все именно в других авиакомпаниях, это нужно, естественно, уточнять в индивидуальных порядках. Потому что есть еще авиакомпания, к примеру, очень популярная Sky, в которой летает много туристов на отдых в Шарм-эль-Шейх. Да, и не только в Шарм-эль-Шейх, там много направлений у этой авиакомпании. Так вот, нужно связываться вот с этой авиакомпанией и запрашивать стоимость, сколько будет по цене перевезти самокат мимо багажа. То есть, вернее, вместе с багажом, только не в чемодане. Так само еще есть у нас авиакомпания Роза Ветров, есть авиакомпания МАУ. Ну, это вот основные авиакомпании, на которых туристы летают на отдых. То есть, еще раз перечисляю авиакомпании. Азур Эйв, SkyUp, Роза Ветров и МАУ. Мы летали, в принципе, на всех авиакомпаниях, везде с собой брали самокат, но всегда мы брали самокат, таким образом, ну, разбирали и складывали в чемодан. Нам так удобнее, нам так выгоднее. Так, обливаем руль. Значит, смотрите, ребят, за три способа я вам рассказал транспортировки самоката на отдых с собой. Рассказал, каким способом пользуемся мы. Вот, если у вас есть, конечно, какие-то вопросы, вы обязательно пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. Я постараюсь вам все это рассказать, подсказать. Ну, а если вы можете поделиться какой-то информацией, к примеру, если вы путешествуете тоже с самокатом и можете что-то полезного рассказать, то обязательно пишите это все в комментариях под этим видео, я почитаю. Для меня это все интересно, друзья. Все, самокат, в принципе, собран. Вроде бы все ровно. Да, собран, друзья, самокат. Все, это, видите, пару минут, один ключ нужен для того, чтобы собрать. Если эта информация была полезной для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. Желаю вам всем самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Всем позитива, друзья, до новых встреч, пока-пока.